Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, глава канцелярии президента, очень опытный дипломат Андрей Стейкминс на студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, я думаю, что многие наши радиослушатели знают, что вы очень давно, долго работаете в дипломатической службе, если мне память не изменяет, с 95-го года. Вот такое предложение, которое к вам поступило от новоизбанного президента господина Левица, возглавить канцелярию. Долго ли вы думали, чтобы согласиться, поскольку, ну, действительно, столько лет отдать вот работе в МИДе на дипломатической службе? Да, действительно, это предложение надо было немножко продумать, поскольку я провел на дипломатической службе 25 лет. Ну, денек подумал, и тогда дал позитивный ответ. Ну, это определенно новый вызов, чтобы наши радиослушатели понимали. Конечно, новый вызов, и хотя опыт на дипломатической службе очень помогает, поскольку этот опыт дает возможности как бы видеть, анализировать и работу многих правительств, правительств других стран и сравнить много чего. Но это, конечно, связано, эта работа намного больше связана с внутренней политикой, что тоже представляет для меня большой интерес. Ну, поэтому и согласился. Вот есть, наверное, какой-то определенный стереотип или предубеждение к президентской институции как таковой, да, что вот если там спросишь среднестатистического латвийца, он скажет, ну да, президент, это, конечно, все очень почетно, престижно, но это в основном репрезентативные функции. На самом деле это не совсем так. Вот что вы могли бы сказать, так что все-таки пояснить, как вам, как вы видите вот эту миссию президентскую? Это действительно не совсем так, хотя Латвия действительно такая классическая парламентарная республика, где основной власть принадлежит нашему парламенту, Саиме. Но президент может влиять на очень многие политические процессы, на многие разрабатываемые законопроекты, дать свое мнение, и я бы сказал, к этому мнению очень-очень я бы советовал прислушаться всех, кому он дает свое мнение. Недаром президент сессию работы парламента начал со своим выступлением и где и определил те приоритеты работы парламента, которые он бы видел как наиболее важные, и, конечно, парламент определяет свой распорядок дня, но, я думаю, и парламенту очень важно знать, что об этих приоритетах думает президент. Парламент, наша Саима – это первая из шести конституционных органов, которые президент посетил. Он посетил Саиму, он посетит сегодня и конституционный суд, и Верховный суд. То есть все те институции, которые определяют наша конституция, он намеряется посетить, и со всеми этими конституционными органами он намерен очень-очень тесно работать. Да, ну вот если посмотрим такую новейшую историю Латвии или историю президентства, наверное, у каждого президента, ну так почему-то считается, была своя, ну какой-то есть, так можно сказать, приоритет или более любимая тема. Ну все мы люди, это понятно. Кто-то из президентов больше внимания уделял международной повестке дня, к примеру, Вайровика и Фрейборга, кто-то больше занимался, так считалось, внутри латвийскими проблемами, к примеру, господин Берзнич. Вот все-таки, господин Левиц, как вам кажется, вот как он разделит эту, там, не знаю, вот эту пропорцию? Все-таки это человек, который больше был вот за пределами Латвии работал. Я думаю, что предыдущий опыт президента Левиц такой огромный и широкий, и работая в Страсбурге, в суде по правам человека, и в европейском суде, где, в общем-то, на столе судей появляются вопросы по любой сфере, где суд, судья должен дать свое абсолютно окончательное решение. Так что, конечно, его опыт огромный и очень широкий. Я думаю, что он будет сконцентрироваться на таком хорошем смысле функционировании, демократическом функционировании всех институций, и парламента, и правительства, судебных органов, чтобы действительно латвийская демократия работала, ну, как действительно такие швейцарские часы, быстро, точно и подотчетно к избирателям. В чем задача вас, как главы канцелярии президента? Конечно, президент свои решения формулирует и принимает сам, и формулирует свое мнение. А моя задача, как и задача команды советников, это помочь сформулировать это мнение, организовать работу президента, чтобы он успел все, что он может успеть, чтобы он наиболее точно и выразил свое мнение, чтобы он общался с общественностью, не только с правительственными органами, но и в широком смысле с общественностью, представителями неправительственных организаций, организовать визиты и по стране, и за рубежом. То есть распорядок дня президента действительно очень-очень интенсивный. Это я могу точно подтвердить, это я чувствую каждый день. Он начал свою работу очень активно. Ну, вот так и будем продолжать. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Мы знаем, что, по крайней мере, так было в предыдущие годы, при президентской канцелярии или при президенте работало несколько комиссий, несколько советов. Уже известно, что-то он перенимет от других президентов, какие-то там комиссии или советы. Ну, к примеру, я думаю, наших радиослушателей интересует. Вот Совет по делам нацменьшинств работал еще, по-моему, начиная от Вайра Вики Фрейберга. Каждый президент, конечно, организует свою работу так, как он считает, наиболее эффективно и основываясь на своем опыте. В данном случае президент решил не продолжить работу нескольких комиссий, а организовать это не означает, что эти темы как бы исчезли из распорядки дня президента. Никаким образом. Просто работа по этим темам, будь это нацменьшинство или исторические вопросы, будет организована другим образом. То есть диалог будет? Диалог будет, интенсивный диалог, но просто в другом формате. Скажем, комиссия, как формат диалога, это далеко не единственное, не единственное, как организовать такую дискуссию. Это можно организовать в других формах, в других форматах. Так что тема нигде не исчезла. Она будет продолжаться, будет распорядки дня президента, но просто в каких-то других формах. Уже известно ли, может быть, до конца года будут какие-то большие государственные визиты господина Левица? Что-то уже вы можете подтвердить, если можете, конечно. Ну вот буквально в конце этой недели мы собираемся поехать в ООН, Нью-Йорк. Ну это как бы ежегодная поездка, ежегодное выступление, ежегодная программа президента. Ну, наверное, я бы хотел упомянуть в конце года, в начале декабря, в Лондоне будет саммит НАТО. Это, по-моему, как бы, ну, самое-самое такое политически значимое, значимое международное встреча. Ну, конечно, есть и другие визиты. Вот вы хорошо, что упомянули Лондон. Все-таки у вас большой дипломатический опыт, как мы уже констатировали. Вам довелось работать послом в таких странах, вот как и Великобритания, Соединенные Штаты, Россия. Вот где было наиболее тяжело вам как дипломату? Потому что, ну, все страны большие, вообще с большим объемом работы, это понятно. Поскольку у нас посольства не очень большие, работников мало, работы много. Все-таки, если так вот сравнивать какую-то ретроспективу. Да, действительно, это так. И работая в больших странах, между ними есть много чего общего, да, поскольку, ну, как бы, государственный аппарат большой, доступ не всегда простой. Ну, и в больших странах, конечно, не все происходит в столицах. Ну, наверное, Соединенные Штаты были страна, где я почувствовал это особым образом, хотя Германия также, очень децентрализованная страна. Ну, в Соединенных Штатах, наверное, вот эта работа была, ну, более даже интенсивная, поскольку диалог с правительством, с администрацией был очень интенсивный. Несмотря на то, что мы небольшая страна, да? То есть много, много и подготовки, подготовки визитов, подготовки тем. Ну, я бы сказал, что Америка была очень интенсивная работа. И, конечно, в самой Америке много чего происходит, так что много приходится разъезжать или летать. Расстояния огромные, да. Расстояния огромнейшие. Ну, вот, скажем, в Европе, как бы я не представлю, где можно или есть необходимость летать шесть часов. Ну, как бы, наверное, из Хельсинки до Лиссабона, ну, за четыре, наверное, можно и долететь, да. А в Америке надо летать шесть часов. То есть не считая даже, не беря во внимание Аляску, да. И так просто. Ну, в России тоже можно лететь еще больше, чем шесть часов. И что еще дальше, да. Именно так. Так что, действительно, это занимало очень много интенсивного времени. Конечно, очень большая латышская диаспора, которая в основном свои мероприятия организовала в конце недели. Так что, ну, с выходными было как уж получилось. Вот все-таки ваш дипломатический опыт, можно ли сказать, что вот вы для себя поняли, что, не знаю, что с помощью диалога можно решить любую проблему? Или все-таки, побывав в разных странах, ну, не знаю, в России, с учетом наших сложных отношений, вы поняли, что нет, есть какие-то темы, которые, ну, не знаю, наше поколение не решит? С помощью диалога можно решить очень много. С помощью дипломатии так же. Ну, в диалоге, как уже суть самого слова диалог, это разговор между двумя. Так что обеим сторонам необходимо иметь желание вести диалог и достичь какое-то общее или схожее мнение, или хотя бы устранить какие-то разногласия. Ну, не всегда это возможно, но, тем не менее, конечно, вести диалог, я думаю, это самое лучшее, что можно сделать между странами. Есть ли у вас, как бы, не знаю, надежда, не надежда, но так вот, все-таки ощущение, что вот от виско-российские отношения, ну, когда-то выйдут, не знаю, на иной качественный уровень? Мы знаем все сложности, которые есть в взаимоотношениях, условно говоря, вообще России с Западом, да, и России с Европейским Союзом. Вот ваше ощущение? Ну, я всегда имел такую надежду, и я думаю, что это было бы нормальное состояние отношений, добрососедские отношения между странами в Европе. Ну, но здесь, конечно, надо понять, что, если мы смотрим, вот европейские страны, ну, по сути, между европейскими странами, скажем, странами, членами Евросоюза, ну, это страны какого-то схожего хода мышления. Схожие по основным принципам отношения к устрою государства, демократическим принципам, правам человека и понимания этих принципов. Ну, можно быть, где-то какие-то нюансы, но в основном эти принципы поддерживаются всеми, да. Ну, я думаю, что было достаточно долгое время, когда среди европейских стран как бы превосходило такое мнение, что Россия также разделяет эти принципы, движется к полному внедрению этих принципов, что, в общем-то, не совсем получилось, да. И понимание основных принципов прав человека, демократического устроя, ну, довольно далеко отличается, да. Ну, и, конечно, это имеет свои посредствия, когда, ну, отношения между странами как бы одинакомыслящими строятся по одному принципу, а с другими немножко иначе. Ну, я не думаю, что здесь это какая-то стена, которую нельзя перешагнуть никаким образом. Я думаю, что просто вот так ведя диалог, но с пониманием с обеих сторон. Это основное, и я думаю, что и российская сторона как бы должна понять, почему европейские соседи, ну, мыслят иначе. Или ожидает что-то от России, что они просто ожидают друг от друга. Так что я думаю, что у диалога есть будущее, и он необходим, ну, а принципов тоже как бы забыть нельзя. Не все отношения решаются купи-продай, нефть против долларов или евро, или газ, да, это не решает далеко не все. Последний, может быть, вопрос, вот если мы говорим о приоритетах внутренней политики, как вы их понимаете, вот я имею в виду с точки зрения того, что президент определил, какие задачи, что для него сейчас приоритетно? Ну, я думаю, что он свои приоритеты сформулировал, действительно, когда он приступил к обязанностям президента, да, что он видит, какое общество он видит, необходимо развить в Латвии. Более конкретный приоритет, я думаю, он огласил в своем выступлении в парламенте. Так что президент очень-очень виден, очень публичен, и слово президента – это то главное орудие. Как бы я сказал, орудие президента, этим орудием он пользуется очень охотно и очень разумно, и я думаю, что тоже очень влиятельно. Он говорит, к чему он призывает. Адрес Тейкмис у нас был в студии, большое спасибо.